Напомним о том, что в Керчьи реконструируют здание Романовской гимназии. Порядка двух месяцев мы не были на объекте. Сегодня руководитель проекта Константин Кононыхин рассказал нам, чем занимается подрядчик. Мы не ожидали увидеть такие разрушения после расчистки. Когда первый этаж был весь в цементной такой корочке, когда ее удалили, мы выявили следы боев. Просто колоссальные здесь сражения происходили. И вот это все придется заделывать, докомпоновать, доместиковывать официальными составами. Проектировщики работают над этим тем, чтобы выдать решение по укреплению этих стен. Там для каждой трещины, они все разноплановые такие, то есть потребуется свое отдельное решение. Вы каждую трещину описываете? Ну, а как еще? Нужна снастка, где-то надо стягивать стены. Ну, все по-разному. Мы ставим тяжи временные там, где ситуация особо опасная. Там, где, например, пропилей уже настолько отошел, такая широкая трещина, что мы стянули его, притянули тяжами к заданию генематик. Увеличит ли это время вашей работы? Ну, надеюсь, что не очень. Ну, по факту, конечно, любые дополнительные, возникающие какие-то объемы, это наличие сроков. Постараемся как-то наверстать. Сейчас основная работа проходит по бетонированию. На какую вы там глубину уходите? Ну, по проектным отметкам, там, в районе трех метров. Видим часто, что приезжает специальная техника, заливает. Сколько вы бетона уже залили туда? Ну, много. Последний месяц 350 кубов. За последний месяц, за май. Сейчас еще будем больше. И также на фасаде, да, продолжается работа и расчистка продолжается до сих пор? Одновременно. Тоже вывозите землю, да, отсюда, грунт вывозите? Там, где требуется, вывозим. Как-то он будет вторично использован или это передается городу? В одну сетю. В одну сетю. В одну сетю.